Звезды — это маленькие дырочки в полурае, говорил Картер Чемберс, персонаж замечательного кинопроизведения Роба Райнера, пока не сыграл в ящик. И знаете, Картер не совсем прав. Эти дырочки очень даже крупные, просто невообразимо крупные, а некоторые из них еще и чертовски тяжелые. Самая близкая к нам звезда имеет почти полтора миллиона километров в поперечнике и целых два миллиона триллионов триллионов килограммов веса. Для сравнения, Земля весит примерно вот столько. Но несмотря на то, что этот гигантский космический реактор составляет аж 99,9% от всей массы Солнечной системы и может уместить в себе около миллиона планет, таких как Земля, по космическим меркам он не входит в отряд самых больших звезд. А уж если сравнивать его с героиней сегодняшнего выпуска, то наше солнышко и вовсе покажется вам жалкой букашкой. Пристегните ремни, дамы и господа. Мы отправляемся очень далеко. Знакомьтесь, одна из самых загадочных и самых больших звезд во Вселенной. Красавица-соседка из Магелланова облака с чудесным и запоминающимся названием R-136A1. Ее открытие стало настоящей сенсацией и буквально перечеркнуло все прежние представления о звездной массе. Дело в том, что до определенного времени ученые считали, будто максимальная масса звезды — это 150 масс Солнца. И более тяжелые светила не могут существовать в принципе. Но в июне 2010 года профессор Пол Кроутер со своей командой астрономов при помощи очень большого телескопа и телескопа Хаббл обнаружил настоящий парадокс. В звездном скоплении R-136, которое спряталось в туманности Тарантула, что в галактике большое Магеллановое облако, расположилось сразу несколько звезд, превышающих рубеж в 150 масс Солнца. А одна из них и вовсе сразила на повал всех астрономов. Им открылась просто невероятно крупная, яркая и дико тяжелая звезда Исполин. Почему Исполин? Сейчас сами все поймете. Найденный астрономами голубой гипергигант R-136A1 оказался в 10 миллионов раз ярче Солнца, примерно в 36 раз больше его радиусом, разогрет аж до 53 тысяч градусов по Цельсию, что в свою очередь в 7 раз горячее нашего Солнышка. И, наконец, что самое удивительное, он аж в 256 раз тяжелее, чем наше местное светило. Одним словом, рекордсмен по всем фронтам. Если по размеру она одна из самых, но все-таки не самая большая звезда, то вот по весу и яркости это пока что абсолютный чемпион. Но это еще не все. Из-за своей невообразимой мощи, ее излучение и температура преодолевают силу гравитации, которая удерживает материю звезды вместе. Это порождает мощные звездные ветры, скорость которых достигает 2500 км в секунду. Ученые подсчитали, что ежегодно эти ветры выдувают примерно 0,5-0,000 солнечной массы с верхних слоев звезды. То есть в миллиард раз больше, чем наше светило. Огроменная масса и большая мощность излучения звезды также влияют на механизм доставки энергии из глубин наружу. В массивных звездах от ядра и почти до самой поверхности излучение поднимается благодаря конвекции. Это процесс перемещения более горячего вещества в верхние слои. Такой же механизм и у обычного кипения воды. Но в случае с R136A1 все несколько иначе. Поскольку ее энергия чрезвычайно высока, конвекция вырывает атомы гелия и азота из ядра и выбрасывает их наружу в виде протуберанцев и солнечного ветра. Знаете, к чему все это? Проведя несложные расчеты, светлые умы человечества выяснили, что за период своего существования R136A1 похудела уже более чем на 50 масс Солнца. А это значит, что около миллиона или полутора миллионов лет назад, когда звезда только родилась, она весила примерно в 320 раз больше Солнца. Собственно, как вы уже поняли, после открытия этого чудища вся известная нам информация о звездных масс оказалась неточной и стала нуждаться в серьезной доработке. Все ранее существовавшие пределы в тот же миг были перечеркнуты. В итоге появились новые вопросы, а именно как? Как такие гиганты могли образоваться? Тут пока нет никакой конкретики. Есть несколько интересных идей. Одна подразумевает сценарий, при котором несколько менее тяжелых звезд слились в одну гигантскую. Такое бывает, поскольку большинство тяжелых звезд пребывают в парах. Несколько особо крупных звезд в десятки раз тяжелее Солнца могут столкнуться между собой и образовать одну большую. Другой сценарий несколько похожий, но тут уже сталкиваются не звезды, а космические нити. Ученые полагают, что столь массивные светила могут рождаться от коллапса нескольких длинных нитей холодного и плотного газа. В последнее время астрономы с разных уголков нашей планеты обнаруживают такие нити по всему Млечному Пути. Каждая вытягивается на несколько световых лет. Когда они сталкиваются между собой, могут образоваться плотные объемы газа, которые в свою очередь коллапсируют в звезду, а порой и вовсе порождают целые скопления звезд. При всем этом настолько тяжелые гиганты, как наша красавица, очень и очень редкое явление. Всего лишь единицы могут дорасти до таких масштабов. Но все это не факт. Эта вселенная черная дыра ее побери. Пока одним лишь квазарам известно, как на самом деле рождаются такие исполинские звезды, как AR-136,1. Но ключевое слово — пока. Пока что мы не в состоянии рассмотреть эти регионы массивных звездообразований достаточно хорошо, поскольку они скрыты облаками плотной межзвездной пыли. Даже самые мощные телескопы с трудом могут через них пробиться. Но совсем скоро в пучину космического вакуума отправятся такие гиганты, как Джеймс Уэбб и гигантский Магелланов телескоп. Вот тогда-то мы и узнаем наверняка, что стало первопричиной всего этого звездного безобразия. А хотя, знаете, кое-что нам все-таки известно. Тут даже ученым быть не надо, чтобы понять одну вещь. Эта гипермассивная звездюля вот-вот накроется медным тазом. Если вы долго смотрите мои выпуски, то наверняка знаете, такие гиганты долго не живут, а кончают они все одинаково. Сперва израсходуются все запасы топлива, потом сжатие и бабах! Какими будут последствия этого взрыва? Во что превратится эта гигантская звезда после смерти и насколько это будет опасно для Земли? Об этом и многом другом мы поговорим уже в следующем видео, если, конечно, захотите. А как я пойму, что вы хотите продолжения? Правильно! Посмотрев, сколько лайков вы мне понаставите и сколько комментариев с хэштегом «Хочу еще» понапишите. Намек поняли? Можете приступать! Если очень хорошо постараетесь, уже через 2-3 дня будет новый, очень-очень интересный выпуск. До скорого, мои хорошие!